Ситуация на дорогах Конаковского района по-прежнему остается неспокойной. Несоблюдение правил дорожного движения, вождение в нетрезвом виде и как следствие всего этого аварии, которую уносят человеческие жизни. Сотрудники ГИБДД подвели итоги непростого для них летнего сезона. С начала лета и до конца августа на дорогах нашего района произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Причиной происшествия остается нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, выезд на встречную полосу при обгоне и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Произошло также два наезда на пешеходов. Пешеходы пострадали в качестве, несовершеннолетние были в качестве пешеходов на проезжей части. В одном случае наезд на велосипедиста, несовершеннолетний был велосипедистом в момент ДТП в качестве велосипедиста. В остальных случаях, значит, столкновение. Пострадавшие также являются пассажирами транспортных средств в момент ДТП. Что же касается аварийности в целом, то на данный момент она остается не самой низкой. Только за 8 месяцев текущего года на территории нашего города и района произошло 48 ДТП, в которых 5 человек погибло, 58 получили травмы. Чтобы обезопасить себя на дороге, необходимо соблюдать скоростной режим с учетом погодных условий и быть предельно внимательными, напоминают сотрудники ГИБДД. Тем же, кто еще не достиг совершеннолетия, не может сесть за руль автомобиля, но уже вовсю гоняет на скутере или велосипеде по проезжей части. Тоже стоит быть аккуратными. В преддверии 1 сентября, в преддверии начала нового учебного года, быть предельно внимательными на дороге, на проезжей части, при управлении транспортными средствами. Смотреть по сторонам, значит, возможно появление детей на проезжей части, так как в начале учебного года дети будут ходить в школу, из школы надо обеспечить им безопасность, безопасность им надо обеспечить на пешеходных переходах. Все участники движения, будь то пешеход или водитель транспортного средства, всегда должны помнить, что итогом пренебрежения к установленным правилам дорожного движения может стоить человеческой жизни.